всем привет с вами алена погодина и очередной обучающий урок по аэродизайну сейчас сети ходит очень много картинок на которых вот такие вот прекрасные шарики в которых много фольгированных мини шаров на то есть такая мини фольга собранная в одном шарике bubbles давайте сегодня с вами соберем такой шарик и посмотрим с какими трудностями мы можем столкнуться во первых хочу сказать что для изготовления этого шара я буду использовать шар bubbles размером минимум 30 дюймов можно 32 можно 36 какой у вас есть наличие да хотя бы от 30 дюймов и для того чтобы подготовить этот шар я раскрываю его горлышко и слегка его раздуваю моя моя задача будет раздуть его ровно так чтобы он немножко раскрылся вправо слева и посмотреть чтобы он был ровненький сейчас продают шикарные шарики bubble совершенно необязательно его как-то сильно растягивать да вот он прекрасно раскрылся в обе сторону теперь когда наш шарик готов мы начнем потихонечку его начинять фольгированными шарами и тут есть несколько нюансов с которыми вы можете сразу столкнуться первое из них заключается в том что у фольгированных шариков особенно у фигурных не очень удобное расположение клапана не у всех да удобно и и например если вот такую вот русалку еще более-менее удобно будет туда запихнуть то вот такой вот цветочек вам будет очень сложно потому что вот эти вот крылышки от цветочка будут вам мешать еще один момент если вы обратите видно хвостики да и они выглядят не очень красиво но мы сейчас попробуем этот момент решить ну и конечно для наполнения шара я заранее подобрала фольгу можно абсолютно любой микс минимум пять штучек я выбрал такого смешного динозаврика с розовым гребешком вот такой вот цветочек мне кажется очень мило он сюда подходит к нему и три розовых сердечка то есть получилась такая довольно няшная девичья композиция можно кстати одно вот такое сердечко например заменить на одно яркое типа два два более ярких два менее ярких в тушнику смотрите я их также распределила по сложности дело в том что сердечки будет засовывать и расправлять гораздо проще поэтому их отставим напоследок динозаврик будет самый сложный цветочек относительно легко в чем еще разница у нас сердечки с клапаном что очень удобно а вот цветочек и динозаврик без клапана поэтому с ними будет сложнее именно с них то мы и начинаем динозаврик фигурной ему будет не просто внутри поэтому предлагаю его первого с эти шар я бы чуть-чуть еще раздула но не сильно но не сильно сказала алена и раздула его конкретно потому что он очень тугой так сворачиваем в трубочку и я забыла сделать самый интересный момент да нам надо убрать косой срез он нам будет мешать сделать ровный и чуть-чуть его растянуть прям немножечко сильно тянуть не надо чисто для того чтобы горлышко было вот такой более раскрытая чуть-чуть деформировать его динозаврик высокий он больше чем высота шара я надеюсь что у нас получится все я его сворачиваю на меня разворачивается надо просто аккуратно и в трубочку супер так как наш динозаврик по размеру явно больше чем высота шара нам там понадобится немножко воздуха во первых его надо расправить во вторых ему нужно чуть-чуть побольше высоты ну и соответственно главное расправить клапан то есть я как бы самый сложный у нас я получается расправляю клапан и параллельно смотрю за самим динозавром у нас еще в принципе воздух его деле его расправит я надуваю гелием не знаю почему он конечно там не взлетит но мне кажется что просто если эти штучки будут еще надуты и воздухом к тому же то еще тяжелее будет шар то что сейчас у шара потрясающе видите какая хорошая летучесть он аж подпрыгивает ну и соответственно там шарики тоже надуты гелием в общем что мы делаем мы берем с помощью вот этой вот маленькой насадки на более узенькой аккуратно надуваем нашего динозаврика так мне кажется он слегка не дадут он уже расправился он стал поменьше чуть-чуть вот так отлично теперь мы все это дело перехватываем и выпрямляем его клапан до чтобы он был самое главное в этих клапанах чтобы они были без без заусенцы тогда бояться будет все замечательно и вытягиваем то есть я его запаяла а теперь я не вынимая просто вытягиваю и правильно запаянный шар посмотрите у него нету никаких как бы линий до через который чтобы чтобы это могло выходить оттуда да и вот она полоска и вот вы его вытянули то здесь тоже спаяна вот и я вам сейчас что мы с вами постараемся избавиться от хвостиков просто так обрезать красивых не получится а вот если мы возьмем шедем очку аккуратненько его завернем насколько нам позволит клапан и даже дальше чем запаянная часть ничего страшного то есть как можно ближе к основанию шара заворачиваем 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 все как у фольгированных шаров когда мы гелием туда и завязываем шедемкой просто так на два узелка да так будет намного аккуратнее лишнее под корешок обрезаем вот получился вот такой вот хвостик сейчас вы увидите мне кажется прям супер хвост очень даже аккуратненько клёвый динозавр смотрите его вверх переворачивает потому что мне кажется потому что гелий нет хотя нет без разницы ему все они лишают так о кем следующий шар у нас будет цветуёчек смотрите я дина дина сейчас вот так опущу и сдую смотрите у меня как много места то есть я его повернула выгодную мне сторону так сказать да теперь мы с вами цветочек сделаем с ним то же самое цветочек у нас тоже без клапана поэтому его тоже придется паять я вот думаю что сильно много шаров внутри спаять конечно наверное будет сложновато но можно постараться самое главное не торопиться и расправлять клапан все супер с цветочком мы разобрались теперь надо его там надуть главное не торопиться теперь такая же у нас с вами задача также нужно расправить клапан на ровненько и запаять он достаточно длинный и и вытягиваем его вот смотрите да здесь все хорошо ровненько значит все прекрасно запаять и та же самое тот же самый прием нам берем шедемку и заворачиваем как можно дальше смотрите чтобы во время завязывания шедемки в узел не попал bubbles чтобы у нас шар не мешал я прям аж на три раза и и вот так так ну вроде выглядит не четко теперь будем просовывать туда сердечки их тоже сворачиваем в трубочку под надуваем шар смотрите сколько раз мы его надуваем запас прочности испытываем по полной отлично сердечком все гораздо проще когда мы надуем шар гелием то фигурки тоже будут внизу вы знаете же да почему у нас внизу то что надуто гелием внутри гелия потому что в шаре тоже гелий гели 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 не может взлететь в гелии с чем-то с каким-то грузом да то есть шар для данном случае шар выступает как груз дурацкий клапан какой страны не понимаю а вот с этой то есть шарик он как груз то есть снаружи гелий внутри гелий и естественно он не летит то есть это нормально это логично так давай ну кто ты там что ты капризничаешь клапан то уже раскрылся главное чтобы он не сломался вроде не сломался все хорошо и точно так же заворачиваем так супер и еще два сердечка то есть сами понимаете да что сердечки их туда конечно и запихивать удобнее они по размеру меньше и и надуваются они там лучше чем фигурные потому что места то им мало то есть смотрите да у меня получается я приоткрываю клапан так как воздух уходит не сразу да клапан открывается целиком и спокойненько я туда запихиваю все что мне нужно да вот сердечко даже практически расправилась оно даже там надуется ну что смотрите что у нас с вами вышло нам надо немножко выдуть из клапана последний шар вот что у нас получилось мне кажется очень даже мило с динозавриком все это смотрится итак укладываем шары вниз и теперь самое наверное главное нам нужно убрать оттуда воздух делаем это вот так ну конечно полностью мы его не уберем но в целом максимально сколько это возможно мы это сделали и того у нас получился вакуум вакуум теперь убираем эту штучку и потихонечку очень медленно начинаем надувать шар гелием обратите внимание что шар сейчас лежит ну как бы понятная мера не торопимся сколько времени у меня за него засунуть туда 5 штук сейчас 20 минут ну короче 20 минут теперь смотрим когда шар поднимется наверх сам уверенно то есть он сейчас поднимется потом додуваем еще немножко и на этом в принципе можно останавливаться вот он поднялся то есть шар на самом деле большой я могу надуть его еще прилично то есть тут смотрите сами по внешнему виду также ориентируйтесь по стоимости гели да что и как но и самое главное это чтобы он достаточно устойчиво летал я в принципе чувствую что уже супер но больше я бы не стала его дуть например такой же как предыдущий по размеру а вот теперь нам нужно вытянуть горлышко и спокойно его завязать кстати мне еще нужна ленточка просто вытягиваю и как обычный шарик завязывать безусловно вы можете украсить да не то что можете это необходимо сделать вытаскиваю пальчики и подтягиваю к шару чтобы максимально было у горлышка лишнее можно обрезать а ленточки можно завязать на два раза вот получилось очень даже безусловно тут надо еще какой-нибудь бантик сделать красоту навести вот можно такой завиток делайте какой вам больше сам не нравится вот ну что ж вот такой вот потрясающий шарик мы с вами сделали смотрите как здорово у нас какая компания получилась из динозаврика сердечек цветочка зелененько-розовое милое и в то же время приятненькое на этом данное видео я заканчиваю желаю вам потрясающего вдохновения щедрых клиентов и классных заказов всего хорошего пока пока